Ты хоть что-то сделал для того, чтобы мы были вместе? Знаешь, что он делает? Снимает штаны, достает свой член и говорит Ты посмотри, как я каждый день из кожи вон лезу, чтобы быть с тобой Помогите, мама Ребята, всем здорово, останочные связи Слушайте, это, конечно, не отмазка, кстати, хорошая, да? Типа, когда там чай еще тебе заряжает Что ты сделал для наших отношений? Вот, как ты меня любишь, покажи там Я из кожи вон лезу Пацанчик, конечно, красавчик, да? Но у меня вопрос, ребята, к вкусовому О вкусах не спорят, конечно, как бы Но вот с ней Ребят, лично я бы с ней из кожи вон не лез Ну, не смог бы, чисто физически Потому что вообще не мой типаж, ребят Потому что, ну, такое себе Слушайте, напишите, пожалуйста, в комментариях, ребята Какие вы используете, так скажем, приемчики Чтобы чайку сбить с толку Ну, они же у нас любительницы, там, вот, быть богинями Типа, а покажи, как ты мне добиваешься Там, покажи, как ты из кожи вон лезешь, да? Чтобы купить мне подарки, там, и так далее, ребята Свои способы я описываю в своем курсе Как взаимодействовать с женщиной без потерь, ребята Кому это интересно, пожалуйста, проходите на мой сайт Там сейчас еще и акция, три курса по цене одного Берете его, он на 5 часов в видеоформате И получаете еще два попутно любых на ваш выбор, ребята Ссылочки в описании, в описании, в комментарии Проходите, и там все понятно Просто выбирайте, пишите мне в личку А вы напишите свои в комментариях, конечно же, ребят Но не это главное Мне как-то, знаете, один мудрый мужчина Еще давным-давно сказал, когда я еще, ну, считай, в юности был Ну, он матерно, конечно, сказал Но я вам скажу без мата, ребята Ну, когда там, знаете, проходит там какая-то пара интересная Там, да, вот, как бы там женщина такая Ну, такая вот, или там еще поинтереснее даже Он так, знаете, такой Да, говорит, Сань, кого только в этой жизни не любят Только на букву Е Ну, бывает, да И сам отец, вроде бы, парень такой нормальный идет Как бы там, ну, видный, нормально Высокий, стройный, как бы, да Вот вроде бы там за собой ухаживает нормально И с ним идет такая, матюкается С сигаретой, там, или с банкой пива Он думает, боже, кого только не Ой, кошмар А сам вообще мужчина был врач, ребята Говорит, насмотрелся на такие красавец, как бы Тут сейчас не в том, что там укор на внешность Как бы, если там кто-то поймет Внешность критику, ребят Ни в коем случае Смысл поведения ее Вульгарность, там, и маты, там, и так далее Как бы, ну, ну, ну Ну, такое себе, да Ребята, давайте еще одну чайку посмотрим Ну, почему мужчины не хотят со мной ничего серьезного А просто используют для секса Может, потому, что твое общение с ними выглядит вот так Девушка пишет Я не против увидеться Пора бы уже в жизни познакомиться Можно на этих выходных, в принципе, куда пойдем На что он ей отвечает Смотри, я в больнице работаю У меня сутки каждые два дня А после них я на следующий день отсыпаюсь до 23.00 Поэтому днем видится проблематично А ночью кафе уже не работает Вместо похода в кафе могу предложить тебя забрать Посидим у меня дома Фильм посмотрим, вина выпьем Не переживай, я тебя не обижу И приставать не буду Ничего не подумай Просто мне важно понять, что мне с человеком комфортно во всех смыслах А потом уже все остальное На что она отвечает Ну, ладно, в принципе, можно Ну, а что было дальше, представить несложно Он ее напоил Насал ей в уши про то, что такое с ним в первый раз И получил полный доступ к ее Матильде Это называется пробить на дешевость Знающая себя цену девушка скажет Слушай, у меня режим, по ночам я сплю Поэтому увидеться могу в такой-то день В такое-то время В таком-то месте Ну, а дурочка без запросов Побежит просто пообщаться С первым упавшим хреном с горы У него же дома Логично, что никто не захочет строить серьезные отношения И тем более брать в жены лохушку Но зато для секса она прекрасно подойдет Запомните мои алмазные Свидание – это когда мужчина хочет произвести впечатление И поэтому вкладывается временем и деньгами в сие мероприятия Ну, а все остальное – это просто жлобский развод дур Чаечка свои фетиши рассказывает Говорит, типа, нассал в уши И получил доступ к Матилле Слушайте, это, конечно, интересно Надо попробовать будет с Чаечкой Ну, если им это нравится, слушайте Ну, почему бы и не, да? Слушайте, обратите внимание, ребят Пожалуйста, подумайте вообще над тем, что я сейчас скажу Скажите мне, пожалуйста Что самое-самое естественное В отношениях мужчины и женщины Я думаю, что нормальный человек скажет Это общение, времяпрепровождение и секс Да? Ну, это как бы, слушайте В принципе, логично, да? По сути дела Доступность самого секса Через прохождение определенного времени Она нигде, так скажем, не указывается Но я, если честно, вообще не вижу смысла, допустим Если там вот вы встретились, понравились друг другу И захотели друг друга так Вот прям глазами смотрите друг на друга И хотите друг друга И вы специально выдерживаете паузу Там месяц, чтобы нельзя спать на первом свидании И сами мучаете себя, как бы друг друга хотите И не занимаетесь этим Вот чаечки любительницы этого делают И олени тоже естественно И самое интересное Они самое, что ни на есть, естественное Превратили якобы в запретный плод какой-то И самое интересное, что олени это подхватили Типа, если она на первом свидании со мной переспит Она же значит там такая гулящая и так далее Слушайте, а какая нафиг разница на первом свидании Или на шешнадцатом Скажите мне, пожалуйста Если вы все равно переспали Ну если уж так судить Если уж так судить То тогда в принципе нужно и до свадьбы Ни-ни Но если по логике Хорошо допустим Тогда вы переспали через месяц А в каком статусе тебе была эта женщина Если по их логике руководствоваться Какая нафиг разница Это вы на первом свидании переспите Либо же на через месяц Допустим, к примеру У нормальных людей У нормальных людей Подчеркиваю В принципе такого статуса нет На первом свидании Через неделю, через месяц Но чайки-то подхватили Внушили это в голову мужчин Якобы ты что Я же приличная девочка Не раньше там На двадцатом свидании Ну через месяц, через два в общем А смысл-то в чем Разница в чем Только во временном отрезке Или что И при этом Ребята, заметьте Как бы Она уже была далеко Не девочка Скорее всего Во всех местах Сколько там было Партнеров Это вообще Как бы я там Я даже не хочу Этого касаться Как бы да Запросы у нее там Конские То есть там Обеспечивать Давай-давай Ну так Понимаете в чем смысл Я думаю сейчас уже Умные люди догадываются Для чего вот это там Месяц-два Там до первого секса Чтобы вытянуть из тебя Так скажем да Раньше у чайчик Свое преданное было Сейчас они из тебя Его хотят вытащить Да И все равно Она потом с тобой ложится Как бы все Так а В чем приличие Это Допустим Если по Так скажем По старым канонам По старым традициям Там Она действительно Девочка еще И она говорит Ну блин родной Я не могу с тобой Потому что Как бы я хочу с мужем И она действительно Я сейчас подчеркиваю Во всех местах Девочка Не только в переднице А во всех местах Она действительно Девочка Да Общество Интересно Что То же самое Допустим Как бы там Наше сообщество Там небольшая Моносфера Мы то за Там допустим Так скажем Традиционные ценности Да Допустим Чтобы с уважением Друг к другу Да В принципе Как бы семья Это хорошо Детки Это хорошо Да А вопрос С кем Скажите мне Пожалуйста Моменты привичия С кем соблюдать То есть Она уже прошла Там извиняюсь Крым и Рым По большому счету А потом Тебе ноги Типа Ну ты Дорогой Давай Как бы Ты там Ты ухаживай Добивайся Ты покажи мне Свою любовь Покажи Как ты хочешь Меня добиться Ну а потом Я подумаю С тобой Лечь Нет Как бы Да Вот А ухаживание Что нас Подрезумевает Это соответственно Как бы Там Подарки Шмарки Там И так далее Да А при чем Вообще Подарки Где это указано Что кто-то Кому-то Дорить подарки Вообще Дарить подарки Это нормальное Дело Но не в одностороннем Порядке Ты ей подарила Она тебе подарила Это нормальное Это отношение Это прекрасно Да А у нас Знаете Как бы Те же самые Традиционные Ценности Извратили До такой Степени Что Как у нас Сейчас Выглядят Традиционные Ценности У нас это Приходит Поюзанная Чаечка Причем Во всех местах Поюзанная Сколько раз И сколько Там было Человек Вообще Неизвестно Сколько раз Там разводилась Там и так далее Развода Сколько было Да Еще и с детьми И говорит тебе Ты меня добивайся То есть Я после Там Пятидесяти Ста Буду тебя добиваться Ты серьезно Что ли Да При этом Дарить подарки При этом Водить в рестораны Давать ей деньги Обеспечивать Решать проблемы Брать за нее Ответственность Вопрос Зачем Если ты была доступна До этого Уже Столько Там Десятков Сотен раз И как Вижу я Я собственно Как бы Как я вижу Традиционные ценности Я уже писал Когда она Действительно Невинная Когда она Во всех местах Еще раз Подчеркиваю Да Вот с такой Женщиной В принципе Да Можно подумать О семье Как бы Опять таки Ребята Без подписей Вот этих В закольцованных Зданиях Поняли Да Там где Тебя по закону Потом Шваркнуть Очень хорошо Там на алименты На распил имущества Там и так далее Да И действительно С такой женщиной Почему бы не построить Семью Это прекрасно И хорошо И великолепно Да Но опять таки Да Без ущерба Для мужчины Чтобы были законы Соответствующие Чтобы мужчину В любой момент Не могли Шваркнуть Как я уже сказал Да Это было бы Прекрасно Слушайте По сути дела Семья Это прекрасно И прекрасно То что Когда Есть понимающая Женщина В меру Скромная Приличная Которая уважает Мужчину То же самое И мужчина Тоже должен К женщине С уважением Относиться Помогать Где-то Защищать Там и так далее Вот это Традиционные Ценности В моем понимании А когда Мне приходит Я извиняюсь Где моя катушка Отскочит Где-то пропала Ассистентка Ребята И заявляет Мне Ну ты Поковырялась Ну ты Меня добивайся Сначала А потом Уже Я там Подумаю Выбрать Тебя или нет А там Ребята Такой пробег Стоит За плечами И вопрос Зачем Мне это Надо Для чего Чтобы я Был очередным Или что Ну не хочу Я этого И нормальные Мужчины Этого Тоже не хотят Ну в общем Я думаю Я понял Что я вам Точнее Я думаю Я донес Вам свою позицию Да Просто как бы Чаечка затронул Тему Типа Он получил Доступ К Матиле Тоже Нашла слово Такое интересное Типа Считай Задарма Как бы А за что Он должен Дополучать Доступ Я понять Не могу Если ты Уже Я извиняюсь Юзаная Сколько раз Как бы Почему он должен Ждать Ты к своему телу Уже допускала Столько Опять таки Это ее право По нынешним временам Это ее право То почему я должен Ждать Вот вопрос Резонный В общем Ребята Кому интересен Курс мой Как взаимодействовать Женщины без потерь И два Еще к нему В подарок Три курса По одной цене Ребята Проходите на мой сайт Всем прекрасного вечера И отличного настроения